нас нет заходим заходим пирожки чебуреки ребят я есть хочу то что у меня сейчас прямой эфир мне конкурс давайте позже позвонимся наберем через часик поговорим так получилось что они сразу предложили и все видишь меня как все быстро непонятно так ну для конкурсом собираемся туда получи это посмотрите когда в порядочной одежде выкладываешь фотографию не комментарии нет лайков а потом они говорят что им не нравится когда я вставляю свои тетя андре ему очень нравится очень нравится я покажу вам заходе моя любовь века ты же придешь ко мне на открытие магазина это конечно будет через месяц после судов я думаю потому что это надо заниматься понимаешь шарики хирарики мазафарики пока я просто перевезу вещи до волосами ну просто нереально я не хожу со своими волосами меня и видите со моими волосами что я просто с пучком а с пучком и с хвостиками я хожу красивый вид из окна как вот кто любит кушать макдональдс макдональдс может пойти взять себе еду еды нет я не курю слава богу не курю как-то попала на дом 2 заплатила кучу денег попала я решила мне очень нравится этот образ какой обжилась без уст и депута я приехал статья у них я что на кого чтобы вас не смущать скромненько но самый центр самый центр самая носит видите как-то не учится конечно в моей спальне покажу пока мы все заходим кассет еще носишь иногда одевая вообще без него хожу гуляя сплю тоже без него потому что он не раздражает кожу честно правдятся верность в отношениях не чпокаться с другими вот сколько я вешу сейчас 52 килограмма как у меня так симпатично знаете так телевизор не такой маленький как того так и знаете мило карта стульчики вот кухонка небольшая на кухне мне не нужно и не ем да хотя можно что это будет приготовить я думаю мамочки вашей сальчика привет большой так ванная тушек ну так но не супер но это самый центр и благодаря ли мне сделать большую скидку очень пасть большой уши никому дорогой а так это прям самый центр знаете я прям очень довольна 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 между комнатной квартиры центр города но есть охота очень сильно мне не хрюкнула простите спасибо где-то как-то очень быстро начинаю кушать я тоже хочу есть не ляк он здесь почти не значит чтобы звонить уж помнили до заказал рассказать 1 и пошла на эти влечки вообще нельзя носить внешних видео еще с косточкой так вот это уже поинтереснее илюха оставил сейчас вам покажу наушники даже мне подкидывали наушники чесно менеджер ищет как вы думаете может не тяпнуть кусти селябок от мой оставался я что сняла и уже неделю назад квартиру вот пепси я выпью это не мое залезла попустили момент господи я на слаб лёшин эфир мы такую же спрашивают но ребят вы правда не щучите не смешите хочется что он первый раз уходим эфир или вы не видите по нашим локациям как мы передвигаемся идите к лёшу кому интересно кто то что лишь где я зайдите на мою стену где я не отмечайте на локацию это плохо да надо чтобы привет привет только где кушаешь и сейчас опять кушать хочешь кажется что только кушала не сколько часов назад было что там съела это я завтракала я ничего не кушала с утра я выбрала фисташковый кофе господи шереметьево такой рапорт крутой сделали просто бомба терминал b круто знаете очень красиво я когда попадаю в этот терминал мне кажется зависит от границы и вообще безумно красиво обожаю шереметьево самый крутой рапорт шарик я тебя люблю обожать тебя летать что тебе наши наши ожерелья курсе от ночи у меня еще только когда все-то числа будет три месяца в который месяцев меня было носить а я там носила только как дела я фисташка в кофе пью сейчас есть охота сейчас я выгнал скажу ребят принесите еды с магдата ой духе что купила честно сейчас блевану от них отвратный я им шикаться не буду нет конечно они надо значит вообще духе были такие настоящий купить слава богу я не бухаю очень красиво посмотрите какой я открыл окно для вас специально вот мне нравится здесь пахнет старинно все равно питер конечно какой-то необычный боже как красиво у едой пахнет уже с вами поговорим уж пойду ресторан от нас хожу как он там удалось тратить в корсете пойду даже чудеса кстати так не хожу за границей могла выйти так ну на отдыхе в корсете здесь конечно на том что приходи на ужин и с удовольствием что вы думаете не привозите вы лучше ужин лет так устала ездить устала ездить ладно тут выписывала девчонок могу сказать что я даже выделила некоторых так много писали но многие конечно подзывались подзывались одно скучно нет не созваниваюсь номер мне нельзя и брать почему-то так ничего не буду рассказывать я сказала уже все что вам надо я уже рассказала чуть-чуть согреться открыла окно и по тут из питера еще есть наушники ты нашла да все два человека ты прислала нету месяц менеджер занимается этим когда нет я не могу жить в питере но я живу на два города вот да будет розыгрыш людей мало то днем было больше и это батарейки садятся кстати одна зарядка и то что я работаю там и там привет почему ты не отвечаешь я отвечаешь все буду выписывать здесь получилось так четырнадцать девочек то прям сильно активничал меня случайно не писал нет но сюда что за последний день там что-то кто-то последний последний день два дня делать некоторые девочки просто фигачили одна вообще просто столько я бы отдалай честно вам скажу честно вы знаете честно и ему подарок самый главный а здесь плохо ловит если вообще говно я сижу через телефон поэтому садится на моем телефоне лучше интернет тебя конечно вписала ты тоже очень активно и даже не знаю что ты общаешься так короче приветик приветик он мне кажется честно вот пожрать бы кто-нибудь привез бы меня не друзей дамы поесть а поела близко барда привет или вы даже не знаете у меня здесь все девочки вписано 14 это было 20 на прям побила под каждым постом и комментарии видела она даже теме не помню как зовут но все вижу знаю да честно у меня что конечно же карина на первом месте карина всегда бомбит карина это ты мой номер один моя половина но чем-то в москве этой квартиры да конечно мне я сделал со скидкой это его хорошая подруга в питере нравится погода нет ненавижу птическую погоду меня с ним гуляла с дочкой меня думала снесет так привет 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 из бишкека так это же приятно говорить что гуляла с дочкой господи боже мой когда я уже смогу с ней в действительно нормально погулять это бегать за ней да карина карина да карина еще знаешь кто хорошо был ярослава с ребеночком на аватарке хотелось зайти посмотреть ну я люблю знакомиться с подписчиками не закрыта страница вот она больше всех делала даже больше чем карина карина уже устала на везде делает да карина ты здесь нет я смотрела всех кто прям много вы наверно не видели как много вот зайдите посмотрите ярослава хоменко по-моему и карина например там не просто там я не знаю по 500 600 комментов но честно много я буду придумать какой-то новый конкурс мне прям люди описали к вы сидите пишите она тяжело да я даже не знаю потому что ни фоток ничего не будет . пока не все это не решится и моя дочка сама этого не захочет зачем это все здесь лезь это поменял аватарку я не пойму что ли у тебя другая была аватарка да почему молчишь про подружку мэрию кстати мэрию страницу опять по ходу заблокировали да вот диана мне 10 05 так все будем писать просто я поняла что здесь ты поменяла да да я поменяла то я смотрю я тебя не узнаю понимаешь 2 что случилось что случилось где моя лисе да короче так ты такая красивая очень сексуально серьезно спасибо спасибо я тоже да и забыт тоже много писала молодцы это я да я не узнала уже по аватарке смотрю вот романова марина тоже ты поменяла по аватарку сначала не поняла что ты мне комментарий написал а потом читала тогда если не хотела зайти к мэрии присоединяем по этой странице нет снова обиды слушайте выложила она прекрасное видео если вы виделись процессе как всегда нажаловались наверно потому что потому что нечего завидовать молодой красивой девушке яркой больше не буду меня это не то что мне меня и конечно же это по анику помню но все-таки значит то же самое сейчас у меня будет писать черные волосы я думаю как мне кажется никто не узнает даже сигаре что ты так себя предела нет девочки просто стала блондинкой как и знаете значит черного цвета перекраситься вообще цвет волос конечно меняет если стемненько стану я бы такая страшная я не платила за грудь и дело по бартеру грудь она стоит 500 тысяч но в этой клинике мне кажется у него больница стоит дешевле давайте буду писать мы и классно было фотосессии я уже боюсь вообще что-то это делать меня тоже на вот это не одна вообще что такое хейтеры говорят про то что ну просто поймите когда вот открытая страница больше всего набирает лайки это в купальнике во все такое потому что всем нравится смотреть на красивых девушек на красивые тела а вот это мои одежды где я супер-супер скромная ну как-то знаете нет такого что зайдет красоты здесь знаете миллионы миллиардов в интернете от фотошопки на особенно почему по вашему многие блоги же девочки которых по миллиону подписчиков или по 800 тысяч или по 500 даже не важно даже по 200 по 100 тысяч они даже прямые эфиры не видят потому что все увидят какие они на самом деле потому что я таких видела в минске например минске самый крутой фотошоп походу у девчонок мне показали одну и и инстаграм я клянусь я никогда не видела что человек настолько был не похож на себя прям настолько вообще ничего общего это было жесть биби биби лиза ждем страничку секса да знаешь я думаю заблокирует ему стараться от выкладывать а какая-нибудь зайдет и вот так вот будет вот и болтушка дали бы поболтать твои старые публикации вообще супер как будто прожила с тобой весь периода и есть хоть чем-то не придите пожрать такая красивая девушка в питере вечером и поужинать не с кем ни одной подружки не появилась у меня такие красивые девчонки мне писали где вы у меня прям тошнит из этих духов господи духе мне нужны другие не такой земной два разных человека не знаю я не видела ее в живой услышала что она очень даже симпатичная красивая девушка мне на очень нравится что что самая сексуальная женщина в россии ну по крайне по ее странице мне на очень нравится у него прям очень безумно сексуальная энергетика безумно я погулять вы сейчас на саму садите ты нашел ках но падешь и что же он что уках нашел есть я бы с удовольствием с тобой поужинал да так я в питере класс можно брать самолет то я потом уже буду лететь духи заберу сейчас парень вдохнет с ним мусор питер приедет сейчас парень чё привет скажи как ты борешься с фобией куда пойдет покушать ты клёвая спасибо а кто со мной до дошли но ими знаете можно пшикой в туалете это тебя крутые брови серьезно у меня лысые брони в детстве были классные брови сейчас лысая бровинушка также скажите как-то с ручкой не так обращаю хочешь приезжать покушать ой спасибо что вы же тебя привезти по кузову ты продашь у март из минска нет я даже не видела в живую но мне кажется что конечно фотографиях нет как и в жизни мне кажется она нет не фотошопе так лицо свое ну просто знает я сказал что он такая же у нее шикарная фигура из-за тебе есть 30 конечно мне уже тридцатка ты же говорил что духи крутые но когда он мне давал их нюхать и не были крутые но когда он мне папчиков с ней походила то как бы нет я постудила приходи так вы что из питера проси ждете меня в гости не на самом деле я бы вышла ладно короче у нас конкурс идет что это заболталась с вами как всегда начала болтать от начинаем болтать и все вот это что за человек я такой наушники нашла да нет сейчас ищет их буду старше или кто-то мне кажется по моему видно что это старше спасибо вот совсем устарели меня так пиарила романцу эти духи романец эти духи пиарила да нет где вот эти очка серьезно тратить боялась приближение 30 стола кайф тебе так скажу моя дорогая я тебе по всем ощущениям скажу я просто восторге от своего возраста где же я была мне вообще счастлива да я себя чувствую не чувствую на 30 может поэтому мне рука 25 исполнилось сейчас ниже малолетка что по мне не видно энергетика детская дети меня почему любят потому что мне детская энергетика ко мне от меня дети все тащатся вот я сейчас была у подруги до макар мелкий он меня ждал он не обожать у меня всех подружек как дети меня любят я в туапсе ходила с гурьбой и пришел ты херовая майда я очень херовая мать у меня и одна мама ходила там с 5 или 6 семью детьми могла в кино всех приехать забрать на такси и повезти в кино еще пожрать на макдаке то что мы с ними ржем прикалываемся нам весело вообще меня не знаете мы сегодня с малой моей шли с ее подружки магазин что угорали тоже нет детская энергетика вот но это и с другой стороны это плохо мне кажется знаете потому что как будто я тупая нет ты придурковата ну вот я об этом же говорю мне просто понятно потому что к энергетикой она легкая а сейчас она у меня последнее время тяжелое осталось оно неприятно находиться потому что я всегда в депрессии и страдаю ну из-за ребенка очень тяжело мне видите сейчас я рядом я просто понимаю что я могу ее видеть нельзя так делать с женщинами не поступайте так никогда будущее папа так ладно и сделает писать привет тебе 25 не дашь маша мне кажется тебе каждый ребенок любит каждый взрослый полюбит не взрослый не все меня любят есть не любят меня наверное же бабы меня не любят так как можно не любить и вообще не знаю я всегда любит ой извините да конечно не скучно очки бывает ною я вот стала такая я раньше не плакала никогда а это я же говорю в жизни у каждого человека происходит видимо такая ситуация которая была что я злее стала я же не скрываю этого я знаю мне и страх говорит что я не такая ну представляете каждый день редко когда не думаю и мне очень плохо и потом никогда говорили что-то что инстаграм что в инстаграме можно увидеть только потому что я похудела тогда на 10 килограмм так я нет я не красила волосы такая же как была корни отросли у меня уж кстати красивый да не они лопоухая все мне хорошо лан кривозубая как мне пишет когда в реальной жизни никто не группа мои кривые зубы ни разу они это одна подружка сказала помню то есть и мальчик понравился в клубе а мальчик начал ко мне кадриться думать диод какой-то вот я бы отшила и она потом кучу лами засирать на следующий день через зубы коревые может и спортзал сходишь вообще так обидно было мы с ней так хорошо общались 5 а я маленький сделаю листочки вот так если 5 порвать будет 10 а у нас там сколько нас 15 там много чего писать и при жизни молчать больше нет подруги нет мы дружили после этого еще не один год и так скажу вам мне общество при понимаете сижу листочками делаю у меня такие конкурсы вот понимаете зато курс разыгрывается за раз тысячи рублей между прочим все за свои бабки где будьте байдовки не знаю подруг сразу вот так знаете сейчас посмотрю кто там вообще есть там самый активный я вас не видела мне кажется вашего так нет он не будет искать я на в других я не представляю что ты кому-то вот даже вот у нас он даже с кем бы я не ругалась вот даже супругом я никогда не скажу гадости узнаете такой человек он то будет говорить гадость я не скажу вот у нас это но он такой же как моя сестра не одинаково ну вот знаете обидно что-нибудь сказать когда ругаешься я никогда не говорю обидно вот я в этом плане я просто молодец я могу столько я вообще могу так обосрать просто не представляете просто уничтожить никогда не скажу не могу обидеть человека вот ну не могу как то вот когда ты любишь человека или вообще когда ты да и не любишь то и когда хорошо относится просто нашим знакомым подружкам не могу я обидеть человека ну как я могу обидеть сказать ему а в недостатках или так далее ну как-то это странно для меня. Мне кажется, это так неправильно. Я бочи в твоей груди? Шо ты? Да, ну, кстати, маэстро тоже воспитанная. Эликсия у меня воспитана. Это характер у них такой. Вы маэстро скажете когда-нибудь по Лёше? Есть люди, которые когда спылят, они вообще не знают, что говорят. Номер один пошел, заворачивай его. И кладу сюда. Вы откройте просто и посмотрите, сколько людей пишут комментариев. А потом сравните. Вы столько же написали просто, когда вы мне спрашиваете, что потом не было. Я такой человек. Да, я правда вам скажу, что я могу там что-то себе поднос подсказать. Про себя подумать, что вообще как ты мне можешь говорить. Я бы сказала, кто мне на проекте один раз сказал, что я не очень выгляжу. Кто мне сказал? Вообще-то тут все написали бы мне. Ну что, с ума сошла, что я не очень выгляжу. Я смотрю на нее и думаю, как она вообще может мне это говорить? Ну как бы, и как вообще она может говорить такое, я не знаю просто. Если бы я кому-то сказала, ну он не очень и очень выгляжет. Не знаю. По-другому меня воспитали, видимо. Рождалась такая вот эта судьба. Я позвала свой пуховик сегодня. Кто-кто-кто? О, блин, бровки, наноси, не тяну кислость. Да нет. Просто про мою внешность никогда не говорила. Вы что? Она никуда не говорила. Один, два, три. Четыре. Ты не очень выгляжешь страшно. Да? Ну извините. Че зашли? Страшно хотите посмотреть? А я не скажу про кого. Смотрите, начали гадать. Так, четыре. Вы так не сбивайте меня. Пять. Я не скажу кто. Я не могу так сказать. Вы что? Кто кому узнает? В Бузово по-любому она. В Бузово? Вы что? В Бузово мне говорила, она просто какая-то красивая. Она говорит, что она любит очень красивых девочек. Мне всегда она комплименты говорит. Она говорит, что не знаю, это красивее душа или я. Нет, Бузово любит красивых людей. Глаза красивую, чудо, голубым карандашом еще крашу. Девчонки, ну я сбиваюсь. У меня эти, по-моему, губы начали обветриваться. Шесть. Я уже устала так лежать. Подождите. Подождите. У меня руки устали. Пожалуйста. Начала ты договаривая. Нет. Чёрт из-то красотков уроз, когда забрала три часа, набрагировала, что ли, за себя запустила. Не знаю. Я такого не слышала. Её, поэтому... Мне она этого не говорила. Четыре, пять, шесть, семь. Вот. Семь. И чтобы вы видели, честно, всё справедливо, я сижу и пишу. Какая Фрос, ничего. Я Фрос не считаю, между прочим, страшной. И Фрос бы такого не говорила, поэтому... Ну, Фрос бы такое и не сказала. Как бы мы с ней там не общались, она такого не говорила. Не знаю, что там, может быть, Захарке она, конечно, говорила. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но это уже не важно. Конечно, это не просто. Вы что? Продолжение симпатичной девчонки. Вот я бы так не говорила. Восемь. Девять. Тут если я уже говорю, то говорю. Девять. Я применю, как вы тоже симпатична. Вы что? Вы что? Ну всё, не гадайте, если я вам не скажу. Десять. Подождите. Одиннадцать. Вообще, симпатичный перечислим. Тринадцать. Тринадцать. Любимые числа моего мужа. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Тебя там нет. Я не видела, чтобы у тебя было много. Какой Танюша, который у меня хороший, но не так много. Девчонки там, по-моему. Такая же красотка. Дочка похожа на тебя. А что ты пишешь? Я номерки пишу. Я все про... Все, кого я написала, видите, у меня идёт. Один, два, три, четыре, пять. Да нет. Вот, есть номера. Видите? Так, это я уберу. Тут записан, девчонки. Потом буду показывать. Я здесь написала циферки. Что написала циферки? У меня всё скромно, легко. Нет, только один человек задал. И может парочку. Причисляли? Нет. Так, Ольга, да, есть записочки. Я писала тоже. Ну да, я не видела, что так много, как девчонки. Короче, здесь 15. Как-то девчонок выбирала. Ох, смотрела по всем постам. Кто? Сколько писал? Поэтому, и знаете, сколько это времени заняло? Целый час. Потому что я же не могу по одному смотреть. Поэтому смотрю. Я сначала смотрю. Девчонки, я потом выделила. Ярослава Хоменко. Потом вот Элизабет, которая писала мне. Тоже очень. И Смирнова Ирина. Тоже активничала. Ага. Во сне я видел мою грудь. Ну ладно. Что пьёшь колу? Майя? Майя никогда мне не говорила. Майя ко мне в этом плане вообще, вы что говорите? Майя такое не скажет. Что ты за это пришёл? Прочти список. Я могу прочитать список, но я просто так записала. Я не очень понимаю ваши ники, поэтому я потом просто их ищу. Карина, Ярослава Каменка, Тодорова Елизабет. Ну, извиняюсь, неправильно говорю, понимаете? Меркурс, девочка. Альбина Панамарёва, Катренкова Мария, Смирнова Ирина, Ольга Крунская, не знаю, может, неправильно, Анастасия Мартынюк, Наталья Матвенко. Кстати, очень мало публикаций у меня, поэтому не знаю, что там вы сломали. Раньше было больше за... Солько раньше? Два поста в день делала. Или две недели. А у меня публикации, даже в десяти публикаций нет. Наталья Матвиенко, Ангель Джус. Ну, это девочка из Питера. Ну, короче, они уже участвовали. Потом Кристин, Кристин 4, ИК, 91. Кристин, Алинчик, Дайлбаева, Диана 1005, ИЛИСИ. Ну, не знаю, спатье, наверное, в каши еще долго будет. Оттенок, какой карандаш? Ну, да, можно. Можно к вам накрашивать. Ну что, начинаем наш конкурс? Начинаем, или нет? Там шум. Взял я телефон. Я хочу ездить. Начинаем. Ну что, дальше сегодня она здесь плакать. Я не буду в прямом эфире. Да нет, не буду плакать. Чего тогда я плакала, кстати? Что мы разыгрывали, что я расплакалась? Честно, отметила трех девочек, вот эти, которые. Если из них перевыграть, я буду среди них еще сделала от меня. Я вот выделила, прочитала, да? Ярослава Каменкова с Лялечкой, она на аватарке. Смирнова Ирина и Тодорова Елизабет. Ну, Елизабет здесь, поэтому. Вот, девочки. Если они, конечно, ничего не выиграют, то от меня тоже, как бы, сейчас иди вас разыграю. Так, потому что девочки очень активничены. Я сюда выделяю. Ну, вы знаете, у меня в сайте. Как бы, не могу в него пройти, потому что. Так, потому что вот такая я, вот такая я собака. Вот, собака я такая. Блин, вот только в твой прямой заходишь, может бесконечно смотреть. Интересно слушать тебя, да? Имена для конкурса. Я смотрю, кто больше всего активничает. По активности. Кто пишет больше всего в комментариях. Лиза, как я тебя люблю. Духиме себе подаришь. Кстати, я привезла же, все-таки, я привезла очень, очень, очень крутые магниты. Вам очень понравятся они. Это такие там сумочки, короче, с ракушечками. Очень красивые. Я прям вообще, блин, подумала, что теперь я тоже хочу собирать крутые магнитики. Так. Так, ну что. Подарок у нас разыгрывается пуховик за 12 тысяч рублей, который у меня стоял. Очень крутой. Он как замшевый, такой прям клевый. С натуральным мехом, все дела. Потом еще подарок какой-то девочка выберет с магазина моего. И, как всегда, деньги. Ну и девчонкам я, наверное, разыграю тоже денежный приз. Покажи кольцо. Я сейчас сняла кольца. У меня маленькое кольцо стало, потому что потолстело. И я дома снимаю кольцо. Я много отмечаю. Не может быть, прочти. Негрон. Ноночка. Я могу, конечно, пересмотреть. Хочет в Беларуси магнитик? Мне туда вставляют такие красивые магнитики. Не верю я. Что вы мне подать? Картошку? Магнит, картофан? Ой, ладно. Многие там много писали, но они не пишут так постоянно под фотографиями. Одну я девочку даже проверяла, смотрела. Так, раньше, который пишет... Не обращай на доступ. Так, а... Бузлух тоже снимаю кольцо дома. У меня палец. Мне нужно поедать, мне сказали, это проще. Сделать, чем уменьшить кольцо. Вот у меня лежит с кольцами, если что-то делаю. Ну, выхожу на улицу, конечно, с кольцами. Ну, так и с часами совсем. Я положила эту штуку. Смотрите, мне вообще кольцо не надеваю. Сейчас, посмотрите, как у меня палец потолстел. Мне вообще нереально. Ну, мне видно, у меня тоже даже загорел. Я его потом снять вообще не могу. С мылом. Ну, зачем я его надела? Да я хожу без бандажа уже, гуляю. Ну, вот у меня уже три дня ходила без бандажа. Боже. Словия конкурса тяжелые, как я понимаю, да? Просто надо много комментариев писать было. Сейчас что-то новое надо придумывать. Говорят, еще за эту страницу могут заблочить. Вообще, нужно гиф проводить, да? Как вы считаете? Просто раз в неделю самая активная девушка будет получать денежный приз. Он Машка что-то там такое проводит. Это я, кстати, Машке сказала насчет. Тоже всяких конкурсов и говорила, что наши подписчики очень любят конкурсы. Вот. Ну, и активничать. Всем удачи. Карандаш глубокий. Так, все. Начинаем. Начинаем, начинаем. Чтобы вы понимали, что все честно, что я ничего не вижу. Где там что? И вы ничего не видите, где какой номерок. Видите? Так, что у нас будет приз сначала? У нас будет приз. Самый главный, да? Самый главный будет или как? Ну, ладно, давайте. Ну, наверное, всмотрим. Думать, где девчонка. Разыгрывает. Нет, конкурсы в Беларусь. Кстати, в Беларусь не выигрывай больше. Слишком дорогая доставка. Я пока с чем-то даю за доставку в Беларусь. Вот. А у меня девчонки постоянно выигрывают в Беларуси. И уже я не знаю, сколько я потратила денег на Беларусь. У нас так 300 рублей. Ну, да, тоже говорят, могут за Гива. Но Гива это крутая тема. Я думаю, многие бы из вас участвовали в моем Гиве. Правда? Вот. Я такой-нибудь крутой. Я просто, я тебе придумала бы что-нибудь свое особенное. Мне кажется, айфон такая охрененная. Что-нибудь шубок крутой, да? Сейчас участвовать. Давайте участвуйте. Надо придумать. Я сейчас вот с партнером своим. По магазину мы думаем придумать что-нибудь крутое. Ну, что оттуда что-нибудь классное. Так, ну что? Держу кулаки. Так, сначала куртка у нас, да? Ну, кто выиграет супер-пупер-пуховик? Ну, реально он очень крутой. От сердца отнимаю. Так, какой номер выигрывает? Так, все зажмурили глазки. Номер... У меня рука трясется. Четыре. Катрикхова Мария. Катрикхова Мария. Здесь есть Мария? Мария. У меня руку трясет. Она сядет. Мне что-то так неудобно. Не буду бы что-нибудь сидеть с вами. Это будет милотин. Так. Мария здесь есть или нет? Мария, мы напишем. Представляете, у меня одно платье затерялось с того конкурса. Ну, вроде бы, она шли. А там девочку обманули, говорили, что она даже не приходила. Так. Куртка. Так. А вы здесь есть или нет ее? Можно я за нее? Нет. Я даже хейтерам отвечала. И мне потом в директ писать гадости. Девочки, ну, это же такой конкурс. Я же не могу выигрывать. Мы очень рады. Ну, как бы, чтобы я выбирала, знаете, приз. Мне кажется, даже нечестно. Мария... Нет, вроде Марии. Нет, вроде. Ну, ладно. Может, Мария занята. О, Мария. Ой, я даже, мне кажется, поняла, кто это. По-моему, про девочку мне говорили, что это не она на аватарке. Ну, какая разница, кто на аватарке. Мне, если честно, не важно. Главное, что выиграла. Как у меня выиграл шубу парень. Вы знаете, у меня шубу парень выиграл. Кто не знает, кто не участвовал в моем конкурсе. Первый конкурс у нас был с Лешей. Вот. И... Нет, я набухаю. Вот. Я приходила за платье. Вот. Ты приходила за платье, видишь, а они сказали, что он даже не приходил, и обманули. Потому что все по числам расписано, он мне все прислала. Вот, короче. И шубу выиграл парень. А, кстати, не хотите, чтобы я разыграла вот этот комбинезон? Я бы тоже разыгрывала. Очень круто он разошелся. В розыгрыше серебряный, который и в том году, с которого я уходила, с проекта уходила в этом комбинезоне. А он выиграл для своей девушки, между прочим. Представляете? Ну, так что, следующий конкурс, это будет приз с моего магазина. Это, может, бодик какой-нибудь. Я не знаю. Ну, короче, посмотрим, кто выиграет. Потому что мы же не знаем, в какого размера выиграет девушка. А может, это будет, не знаю, сюрприз какой-то. Так. Ты что, голая? Нет, я сижу в штанах белых. Я не голая. Я же не выйду к вам в трусах. Ну что, разыграть? Еще курс какой-нибудь? Может быть, это пуховик с розовой? Да. Куча веществ у магазина. Ну, я тебе вот подарок отложила вот сейчас в дубленку. Там, как раз, мне кажется, это твой размер. Так. Сейчас у меня, может быть, какие-то знаки открываются. Мне кажется, у меня уже вещей там не осталось. Мы все продали. Уже осеннее. А я лететь не могу, потому что с малой так. Так, если на каникулы я бы с ней полетела. Круто было бы. Ну, не разрешат. Да, розовую с серебром разыграй. Да, вам нравится? Знаете, по оценнику, как бы лучше бы я розовую разыграла. Ну, это на пуху теплая. Это она крутая, стильная очень, очень стильная. Двухсторонняя, классная. Ну, конечно, в два раза дешевле. Плечами уже выходила в трусах. Ну, у меня сейчас трусы просто, извините, конечно, за подробности. Кружевные и прозрачные. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, так все. Достаем вторую девочку. Ну, вот, может, кто-то выиграет боди. Не, диопарда у него боди есть. Честно. Не знаю, мы ее перепутали. Так, ладно, второе. Мы решимся, что там вещей. Вещей много. Может, джинсы, может, все. Второе боди. То есть, смотри, джинсы что-то не выкладывают. Я вообще в магазин не могла зайти три недели. Я даже не могла посмотреть, как работает менеджер. Понимаете? Она зашла вчера. Ну, немножко. Вы будете смотреть мой магазин? Смотрите, я буду скоро сама в нем там. Потому что, ну, немножко светка ты это сделала. Так, ну, все, я открываю вам. Номер девять. Девять – это Анастасия Мартынюк. Подарок из нашего магазина. Анастасия, вот здесь есть? Да нет, у меня уже губ я хочу сделать. Поэтому я вот так делаю всегда на видео, разговариваю вот так. Потому что я хочу… Анастасия Мартынюк или Марты… Не знаю, его здесь есть? Нет? У меня рука отпустила. Так, вот, так, с моего магазина. Подарок. Это второе место. Мне же тебе надо писать. А как отправлять, надо просить. Тоже этим заниматься менеджером. Потому что то, что я сейчас… Без вещей приехала, без ничего. Мне надо пойти умывалку, все купить, шампунь, все купить. Представляете, как жить? Я буду жить на два города. Как-то так для меня странно. Но это так круто, когда ты… Не привязан к одному месту, на самом деле. Вот, Катрикова Мария. Подожди, а кто нас выиграл? Вот, Катрикова Мария пришла, да, к нам? Она выиграла нас. А, Катрикова, правильно, Мария. Вы выдали куртку. Вы выдали главный приз. Вы пришли к нам. Ура! Поздравляю, все. Наша победительница пришла к нам. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, мне не нравится, когда, кстати, Марию называют Маша. Я считаю. Так. Дальше поехали. О, господи. Лизочка, Элизабет. Я же сказала, что среди вас вы тоже будете. Вы очень крутые, очень молодец. И я вас троих там выделила, девочек. Что я обязательно среди вас сейчас разыграю. Ну, что-то я разыграю. Правда. Сколько понадобилось средств? Для интернет-магазина много средств не надо, девочки. Я первый раз вложилась, по-моему, 1100. Ну, и так вкладываешься по чуть-чуть, по чуть-чуть, и нормально. Честно, магазин надо заниматься. Я, как видите, сейчас у меня вообще нет времени, сил, поэтому мне вот девчонки, ну, предложили помощь, как бы, потому что что-то я зачухалась. Никита Гяковлев, а ты кто вообще? Чтобы у тебя был приз. Я хочу приз. Нет, пирается Мария. Так, ладно, все, третий приз у нас. Так, девочка вот, которая Мария, Анастасия, она так получает подарок с моего магазина. Так, куртка девочка пришла, чтобы я выделила, господи, это я что-то вообще, я вообще спать засыпала, когда все это выписывала. Я все в утро встала и легла в 3 часа ночи. В том магазине добавила, хочу заказать водолазку голубую. Голубых водолазок больше нет, девочки. Видите, как что-то только наденешь, выложишь и все заказывает. Все заказать, там, по-моему, только желтая осталась. Ну, по крайней мере, была вчера. Я хочу приз. Ну, все, третий приз, это обидно, если просто ставили смайлы, а не писали. Обидно, если там просто ставили смайлы, а не писали. Кому обидно? Ну, вы, например, у меня есть, я сейчас прочитала. Я не понимаю, за что обидно. Ребята, можете не участвовать в конкурсе. Ладно, так. Господи. Кто о чем? У нас здесь конкурс. Так, короче, третье место давайте. Где идти? Ну, у меня наверху ссылка стоит на мой магазин. Да, ты тоже есть, Наталья, конечно, я же прочитала всех. Одиннадцатое место. Ангел Джуз выиграла девочка. Она, по-моему, с Беларуси, по-моему, страница была открытая, по-моему, даже выкладывала. Тоже очень активная девочка. О, с Беларуси, это только если есть русская карта, чтобы я могла перевести деньги. Потому что одна девочка, я не знаю, кто-то здесь тоже есть, она мне писала, она нашла русскую карту, напиши мне, пожалуйста, еще раз. Ты мне писал, когда я была на Филиппина, потому что она выиграла, и у нее не было карты, чтобы я бы перевела. Она мне потом писала, и я уже, телефон мой не работал. Поэтому, если ты мне слышишь, напиши мне, я помню, что косарь к тебе торчу. У меня сообщения все удалились. Вот. Поэтому ищите русскую карту, и я вам переведу деньги. Так, тысячу рублей. Так, ну и раз мои красотки, вот три девочки, которые... Активничали. Сейчас я среди... Среди них троих мы выберем тоже. Да? Это Элизабет, которая здесь сейчас находится. Потом Ярослава. Вот такой лялечка красивого. Тарконю прям. Так, а еще кто? И Смирнова Ирина. Среди вас троих. Сейчас мы выберем. Как мы будем выбирать? Так же? Я вас видела, но не так много, как девочки. Так, Лиза, кереснички ты делала. Девочки, написано... Приводи мне капусту на Бентли. Приведи мне капусту на Бентли. Мне хоть кто-нибудь, чем подарите, пожалуйста. Какие-то, блин, церковные... Ну, выскажите... Давай, кто больше написал... Ну, а ты будешь сидеть, читать реально, кто из вас троих там больше написал? Ну, это нереально просто. Лиза, адрес пиши. Всегда пишите, пиши адрес. Никто ничего не присылает мне. Сколько я уже времени провожу конкурсов? Сколько раз я болела? Сколько раз, когда я сделала грудь? Ну, честно, не подарки нужны. Ну, хоть бы. Вот мальчик мне подарил открыточку. Открытку, и он наши фотографии вырезал и сделал. Вставил фотографии в рамочке. Это было так мило, так приятно. Я написала нам такие красивые слова. Это больше, чем подарок. Ну, для меня тоже больше, чем подарок. То, что вы мне пишите сейчас на директ. И фотографиями со многими из вами поэтому я знакома. Вы уже как семья. Вообще, иногда я плачу, даже читаю. Господи, ну, вы же знаете. Это же я, Лиза. Так, короче, я сейчас тогда... Смотрите. Ярослава Кминка. Так, второй номер. Лиза следом идет. Третий. Два, три. Семь. Я сейчас тоже из трех выберу. Два, три, семь. Два, три, семь. Девочки, ну, вы писали меньше, чем другие девочки. Я уже сказала, вот эти девочки я выделила, потому что они вообще больше всех писали. Кому не нравится, тут просто некоторые девочки у меня выигрывали и два, и три раза. Вот. Я же говорю, вы не участвуйте. Знаете, как получается, что конкурсы какие-то неблагодарные. Хочется, чтобы, конечно, выиграли все. Вот сейчас приз зрительских симпатий у меня просто. Хотя я тоже могу читать подриться в магазин, а могу деньги подрить. Многие выберут, не знаю. Три, семь. Просто тоже так. Потом, когда пишут, неприятно, правда. Я даже расстраивалась раньше сильно, могла расплакаться. Потому что я вообще делаю конкурсы со своей деньгой. Я ни с кем не сотруднюю, ничего. Это мои деньги, мои финансы, мои вложения. Это не просто я кого-то распиарила здесь. Или с кем-то посотрудничала, чтобы мне дали, чтобы я их распиарила. Я делаю сама для своих подписчиков конкурсы. Поэтому это неприятно. Как бы. Так, ну чё. Не спать, начинай опять. Я татарочка, да нет, но я метийская, у меня бабушка татарка. Не считаю, что это татарка. Вот девочки, три девочки. Всё справедливо. Вот. То, что выиграли несколько раз, но платье не дошло, да. Да нет моих правил, но просто я не могу, я извините, не могу разорваться. И вообще, в принципе, знаете, тем, что я не работала три месяца, я вообще могу не проводить конкурсы. Как я не могу не проводить конкурсы? Это уже как у нас ритуал, мои конкурсы. Всех поздравляю. Которого не забудь, пусть выиграет. Вот, смотри как. Да, она, кстати, была очень активная. Ну, короче, ладно, всё. Я вот прямо начинаю переживать. Вот вы мне наговорили этого всего, а я буду себя чувствовать плохой. Ну, давайте из этих. Давайте какую. Давайте вот вы выберите. Правая или левая. Правая или левая. Ну, давайте, там человек 10 напишет, я всё вы... Вы это правая или левая? Левая, правая. Так, один-один. Левая два. Левая три. Левая, левая. Ну, ладно, левая. Левая вы же, ладно, выиграла левая. Не от вас. Сейчас я буду как-то селилась у меня левая. Так, цифра 7. По-моему, это не Элизабет. Как раз-таки это Смирнова Ирина. Ну, ладно, если так всё-таки все голосовали за Элизабет, то есть, всё, ладно, от меня Элизабет тоже приз. Элизабет. Элизабет, Элизабет приз. С магазина что-нибудь. Только не говорите, что вы с Беларуси, пожалуйста. Ну, реально, я же разорюсь так. Я сейчас... Просто я сегодня летела, столько денег потратила вчера. Ой, блин. Наушники ещё. Может, по рекламке найду. Ну, честно, я просто не могу даже вам озвучивать эти суммы, потому что я считаю, что это просто неправильно. Иду очень много денег потратить. Ну, я вообще не парюсь, кстати. Так что, поэтому, девчонки, приз моего магазина. Офка. Всё честно, Элизабет. Потому что ты именно Элизабет, как я. Ты получаешь приз. Я просто... Мне бывает нравится. На самом деле, мне очень понравилось. Честно, я-то не могу пройти мимо. Вот Ярослава тоже у меня должна выиграть приз. Вот я её отметила сама первая, потому что она и с ребёночком. И она столько писала, столько писала. Вот Ярослава. Ну, я вам тоже должна подарить что-то. Ну, хоть от себя хоть что-то маленькое. Понимаете? Вот что Ярославе. Тоже напишу приз с меня. Ну, какой-нибудь приз. Ладно. Сейчас, девчонки, я поговорю с менеджером, что там как. Это у меня открытие, я не могу всё дать. Наталья, вы тоже здесь есть. Вы тоже есть. Но я выделила трёх девочек, которые больше всех писали. Я не могу всем подарить призы, кого я здесь написала. Это уж будет перебор. Мне кажется, у нас, получается, выиграла. Раз, два, три, четыре, пять человек. И у меня так часто бывает. Потому что я не могу, потому что начинают все расстраиваться. Вы меня не давите, пожалуйста. Мне как бы тоже. Смотри, в убыток уйдёшь, что я так в убыток уже давно ушла. Что делать? Сейчас буду распродавать свои шмотки, которые у меня остались. И всё. Ничего, я скоро стану богатой. У нас будут круче-круче конкурсы по местам. Я вообще как-то к деньгам легко отношусь. Надеюсь, я довольная. Вот, понимаете, что я сплю и думаю о вашей кофте, которую вы выиграли. Вот девочка это писала. Я всё помню. Это уже нельзя так. У меня голова не соображает. Я считаю, что я... Понимаете, что я обяз... Ну, как бы я... Ваш должник. Вот вы у меня выиграли эту кофту. Вот я уехала с теми титиками, блин. И лежит она там у папы. Она же ждёт вас. Вещи собирала, конечно, не я. Надеюсь, я её никто не выкинул. Нам эти конкурсы нравятся. Мне тоже нравятся конкурсы. Но у меня сейчас немножко не такое положение, конечно же. Поэтому я вот сейчас придумаю конкурс. Может быть, с кем-то. Поймите меня правильно. Я сейчас очень много денег будет уходить, потому что у меня перелёты. Потому что билет стоит там около 5 тысяч рублей. И даже летать два раза в неделю. Ходит нормально. Плюс квартиру снять. Ну, как бы я всё сама-сама. Это очень тяжело. И свои бусюльки всё покупать. Это же у меня тоже... Это очень переживательное. Ну, это и есть такое дело. Нет, это копейки, когда у вас. А когда ты 4 месяца не работала, это не копейки. Я же не говорю про то, что телефон стоит 100 тысяч и так далее. Такие-то суммы я не озвучиваю даже. Я бы маленькому сказала, что вот мне сейчас летать два раза в неделю. Это самый дешёвый билет. Вот так вот, короче. Хату снять в центре это. И такси ещё посчитайте. Такси стоят здесь. Дукатрепортай доезжают. Тысячи туда, потом сюда, туда, сюда. Ещё поесть. Я не знаю, не считать деньги. Я не считаю, если честно. Я знаю, что я просто нормально драчу. Не знаю. Взывы, чем проще отношить к бабкам, чем больше их будет. Я так жила всегда и сейчас так же начинаю жить. Потому что когда ты деньги тратишь, знаете, как в оборотах, они приходят. Я не работала полгода. Две недели всего, прикиньте, а я уже три месяца не работала. Когда я сделала операцию? Ну, три месяца ровно. Нет, дочь живёт не с центра, поэтому у меня не сходится. Ну, короче, ладно, это мои мелкие затраты. Вот. Дочка моя хочет десятый телефон со скидкой до рождения. Нет. Так, я поставила на зарядку, потому что это... Ой. Так, девчонки, я думаю, что... Не знаю. Сейчас я отпишу вам или нет. Память у меня 286. Сколько он стоит? 101 тысяч, по-моему. Я мелкость своей говорю. Ну, ты понимаешь, что ты здесь будешь ходить с телефоном, который сейчас стоит 78 тысяч. Она говорит, да нет, я хочу, как у тебя. Они говорят, ребёнок в 10 лет с телефоном за 100 тысяч. У меня телефон был, мне кажется, мой первый тысяч за три. Кто-то считает, но я лежу. А с кем я должна лежать? Извините. У меня зарплата нереально. 8 тысяч рублей. В смысле, опять я сделаю операцию, но будет у меня всё то же самое. 11 апреля у меня день рождения. 12 апреля у меня.